Всем привет! Hola a todos! Soy Irina Movsesian. Меня зовут Ирина Movsesian, и сегодня я научу тебя испанскому языку, хочешь ты этого, либо нет. Сегодня мы с вами поговорим о притяжательных местоимениях. Ирина, что это такое? Мы не понимаем такую терминологию. Сейчас всё объясню. Спокойствие. Притяжательные местоимения – это слова, которые отвечают на вопрос чей-чья. Чей? Мой, моя. Твой, твоя. Его, её. Наш, ваш, их. Давайте разбираться. Итак, первое слово – ми. Мой, либо моя. У этого слова нет урода. Можно сказать ми-мадре, можно сказать ми-падре, ми-ермана, ми-каса, ми-коче и так далее. Ту, твой. Посмотрите, пожалуйста, что здесь нет аценту. Если бы было аценту, то это было бы слово ты. Ту, твой. Тоже нет рода. Ту-мадре, ту-падре, ту-абуэля, ту-абуэлло. Твой, твоя. Су. Су ещё интереснее. Его и её – это одно и то же слово. Су-мадре может переводиться как его мама, может переводиться так и её мама. Из-под контекста будет понятно. Ну и последняя форма су у нас относится к форме устет. Вы. Ваша. Ваша мама, ваш папа. На вежливую форму вы. А ваш папа сегодня придёт? Су-падре. А ваша мама сегодня придёт? Су-мадре. Итак, надеюсь, это было понятно. Ми-мадре, ту-мадре, су-мадре, су-мадре. Ми-падре, ту-падре, су-падре, су-падре. Перепишите, пожалуйста, данные варианты себе в тетрадочку. Мой-моя, твой-твоя, его-её, ваш. Когда мы будем говорить про множественное число, здесь у нас в форме мы и вы будет разделение по родам. Нуэстро – это наш какой-то мужчина. Нуэстро – это наше какого-то женского рода предмет. Итак, нуэстро – падре, нуэстро – мадре. Это слово у нас относится к тому слову, которое мы описываем. Нуэстро – Ирина, наша Ирина, потому что я женского рода. Нуэстро – профессор, наш профессор, потому что профессор – это мужской род. Нуэстро – профессора, женский род, потому что профессора имеет окончание «а». Итак, наш-наша. Вуэстро – это ваш мужской род. Вуэстро – это ваша женского рода. Ну, а дальше форма «су» такая же, как и его-её, только это для формы «они». «Их», «их», «кто-то», «их папа», «их мама». Посмотрите, пожалуйста, что здесь «их» один человек. Один человек, один человек везде. То есть наш папа, ваш папа, их папа. Чей папа один «их». Тоже форма «су». Опять-таки из-под контекста будет понятно. Ну и «ustedes» – множественная форма, тоже будет форма «су». «Ваш» – вот вас много, я к вам на «вы». «Су» – ваш учитель, ваш наставник скоро придёт. И я к вам обращаюсь на «вы», к наставнику тоже на «вы». Везде на «вы». Итак, дорогие друзья, переписываем второй столбик. «Наш» – наша, «ваш» – ваша, «их» и «ваш» – ваша. По форме «ustedes». Что делать, если мы хотим сказать «мои» родители, «твои» родители, «его» родители, «её» родители, «ваши» родители, «наши» родители, «ваши» родители, «их» родители и «ваши» родители. Для этого нужно будет прибавить окончание «с» к местоимениям. «Мисс» – «падрес» – «мои родители». «Падре» – это «папа», «падрес» с окончанием «с» – это не «папы», это «родители». Mis padres, tus padres, твои родители, sus padres, его родители, и sus padres, это ее родители. Sus padres, ваши родители, от формы usted. Nuestros padres, наши родители. И у нас множественное число будет образовываться по мальчику. Если padres, это мама и папа, то nuestros мы будем использовать по мужскому роду. Если мы хотим сказать наши мамы, тогда nuestras madres, потому что madres в себе имеют только женщин. Это было понятно? Nuestros у нас идет наши только мальчики, либо наши мальчики и девочки. Nuestras, наши только девочки. Vuestros, ваши. Vuestros padres, ваши родители. Vuestras madres, только наши мамы. Sus, их. У их много и у них есть несколько предметов. Их родители. Sus padres, sus madres, тут не меняется. Ну и ваши, если мы к вам относимся вежливой формой. Sus padres, sus madres, sus hermanos, sus abuelos. Итак, еще раз напоминаю, что мы сейчас говорим о притяжательных местоимениях, которые отвечают на вопрос чей, чья. Чья мама? Моя, mi madre. Чьи мамы? Мои, mis madres. Tu padre, твой папа. Tus padres, твои родители. Su padre, его папа. Su madre, ее мама, к примеру. Или его мама. Sus padres, его родители, ее родители. Итак, переписываем данный текст, пересматриваем еще раз видео и записываем с моих слов перевод, который я вам рассказала. Давайте мы с вами сейчас потренируемся и переведем с испанского на русский. Mi abuela vive en Rusia. Переводи. Моя бабушка живет в России. Mi abuela, моя, mi. Su abuelo viaja en España. Su abuelo viaja en España. Здесь есть три варианта, как можно перевести. Правильный ответ. Его дедушка путешествует в Испании, либо ее дедушка путешествует в Испании, либо ваш дедушка путешествует в Испании. Даже четыре варианта. Их дедушка путешествует в Испании. Четыре варианта есть. Наши родители говорят по-русски. Tu hermano estudia inglés. Переводим. Правильный ответ. Твой брат изучает английский. Вuestro hijo come pescado. Ваш сын кушает рыбу. Sus hijos beben agua. Ихос это дети. Sus hijos beben agua. Agua fría. Правильный ответ. Их дети пьют холодную воду. Можно сказать его дети, либо ее дети, потому что sus относится у нас к слову ихос, множественное число. В данном случае окончание s зависит от окончания самого слова. Дети они, поэтому их дети, его дети, ее дети. У нас слово его, ее будет также с окончанием s. Либо его ребенок. Посмотрите, его ребенок su hijo, его дети sus hijos, потому что зависит от этого слова. Su hijo, ее сын, sus hijos, ее дети. Надеюсь, вам это было понятно. Если не понятно, приходите на уроки по скайпе, я вам объясню еще раз и оттренирую с вами. Переписываем данные примеры. А на домашнее задание, пожалуйста, переведите данные предложения и напишите их в комментариях внизу. А я проверю. Дорогие друзья, я всех приглашаю на марафон по испанскому языку. Я дам тебе 10 видео, по которым ты можешь тренировать испанский язык дома самостоятельно, вместе со мной. После каждого видео ты пишешь мне в WhatsApp, где я проверяю твои ошибки и отвечаю на все твои вопросы. Далее, как только ты выполнишь 10 видео, мы с тобой созваниваемся по скайпу и у нас будет полноценный урок, где мы будем говорить на той лексике, на той грамматике, которую вы возьмете во время нашего марафона. Во время прохождения моего марафона ты возьмешь основную грамматику испанского языка, а также пройдешь 300 испанских слов. Марафон проводится для начинающих и для продолжающих.